Продолжение следует... 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 Примите их во внимание... Поскольку, как я говорю... Они важны для понимания фотохимии... Не только сверхбыстрых процессов... Но и сверхмедленных... Пару слов о работе моей лаборатории... Четыре основные... Четыре основные научные... Научных направления... Очень тесно связаны между собой... Развиваются в моей лаборатории... Это супермульпиарная фотохимия... Фотоиндуцированный... Транспорт протонов... В химии и биологии... Синтез и применение... Хромофоров и... Флуорофоров... Которые... Имеют... Дающие тот или иной отклик... На... На изменения... Кружающей среды... И... Дизайн и утилизация в флуоресцентных протеинах... Четыре... В общем-то... Связаны и независимые темы доклада... Ну, немножко саморекламы... И приглашение для кого будет интересно... В этом году я редактирую специальный выпуск журнала физической химии... На тему фотоиндуцированный транспорт протонов в химии и биологии... Дедлайн... 30 августа 2014 года... Поэтому, если кто-то из вас переносит протон под действием света... Пожалуйста, напишите мне... И мы можем обсудить возможность приглашенной статьи... В спецвыпуск журнала физической химии... Отновременно... Через два месяца я... Организую симпозиум на ту же самую тему... На... На... На митинге... Американского химического общества в Сан-Франциско... Поэтому, опять же, для тех, кто хочет приехать... Пожалуйста, напишите мне... И... Можем как бы обсудить детали... Мой корр-организатор Пи Тай Чао из Тайваня... Собственно, человек номер один в мире... По публикациям по этой теме... Фотоперенос протона... Очень... Очень выдающийся ученый... Другая тема, о которой я не буду говорить сегодня... Как я и не буду говорить... Очень немножко упомяну... Онорганизированный трансфор протона... Это... Применение... Шейп-респонсов флуорофорс... То есть флуорофоры... Которые... Дают тот или иной отклик при... Изменении окружающей среды... И при взаимодействии их с... Некоторые термины по-русски уже забываешь... В комплексе включения... В прошлом году я организовывал конференции в Целураде, в Колорадо... На эту же тему... Еще я при использовании флуорофорс... Мне очень приятно, что часть лаборатории Кости Лукьянова была... Была на этом митинге... В следующем году я планирую продолжить ее... Поэтому... Для тех из вас, кто занимается этой темой... Кому интересно поучаствовать... Опять же, дайте знать... Мы обсудим ваше участие... Сегодняшний доклад... Будет исключительно... О применении функций и утилизации... Слуорофорных белков... Я не буду говорить о кромофорах... Я не буду говорить про супермолекулярную фотохимию... Собственно... Несколько новых работ... Прозвучат именно на эту тему... Но не о хромофорах... Поскольку работы много... Я решил сконцентрироваться... И не распыляться... Как я говорил... Несколько вводных слайдах... Вы их, конечно... Большинство из вас их видели... Но для тех, кто не видел... Напомню, что флуоросцентные протеины... И как и наночастицы... Коммерциализованы... Какое-то время назад... И используются в частности... В качестве... Флуоросцентных меток... В химии, биологии... Мольбюарной биологии... Особенно это направление стало... Как бы было признано... С получением Нобелевской премии по химию... В 2008 году... В Шумамури, Чальфе... Я учался и Цена... Но... Поскольку этот институт... Конечно... Знает... И работал в этом направлении... Гораздо больше, чем я... Поэтому... Водная часть, наверное, тут из них... Собственно... Костя Лукьянов и Сергей... Они пионеры этого направления... Я думаю, что если бы Нобелевскую премию расширить... От трех человек... Скажем, до пяти или до семи... Я уверен, часть русских ученых была бы упомянута здесь... Опять же, немножко пропаганда из интернета... Как вы знаете... Картийных таких много... Но мы все знаем, что... Палета флорационных протеинах используется в молекулярной биологии... Достаточно активно... В качестве флорационных меток... И почему они используются... И что молекулярные биологи от них хотят... И что они имеют де-факто... И это достаточно интересный аспект... И разница между ожидаемым и действительным... На этом будет построена часть моего доклада... Но эта картинка отображает стремление у молекулярных биологов... Использовать флорационные белки... Как яркие флорационные метки... Пару слов о структуре... Структура была расшифрована Джимом Ремингтоном... В 1996 году... Маленький белок... 238 аминокислот... Бета-беррел... Или бочка по-русски... Включает в себя хромофор... Очень-очень тесно вшитый во внутрь белка... Это первый флуоресцентный белок... Зеленый флуоресцентный протеин... И для нас... Как экспертов в области фотопереноса протона... И вообще фотоинверсированных реакций... Заинтересовало это... Заинтересовало это фотохимическое поведение этих белков... С точки зрения фотопереноса протона внутри их... Потому что если мы посмотрим на хромофор... Зеленого флуоресцентного протеина... Мы увидим, что это типичная фотокислота... Включающая в себя ароматическую часть... Кислотную основную группу... И электронно-отцеперную группу... Таким образом, при фотовозбуждении... Наблюдается эффективный фотоперенос протона... Фотоперенос протона... То есть... Молекула ведет себя как PH-индикатор... И как сильная фотокислота... Спектр... Вайлд-тайп зеленого флуоресцентного протеина... Изображен здесь... Две полосы, отвечающие за нейтральную... Из-за анионной формы... Но флуоресцентная... Тоже имеет две полосы... Отвечающие за нейтральную... Из-за анионной формы... Но нейтральной совсем мало... Потому что... Большинство энергии... Накачанное в хромофор... Превращается... В... Используется на реакцию... Фотоперенос протона... И большинство флуоресцентной... Из GFP... Испускается только в виде аниона... Классическое... Сейчас уже, наверное... Классический обзор... Чудакова... И с коллегами... Из этого института... Конечно, мы знаем, что... Палета флуоресцентных белков... Не ограничена... Только синим... И зеленым... Белками... Но также расширена... Видимая часть области... До красной... И до желтой... За счет... До... Дополнения... Появления дополнительного сопряжения... Хромофоров... За счет окисления... Аминокислот... Образующий этот белок... Опять же, эта часть водная... Несколько слов о реакции фотоопереноса протона... Опять же, теперь личная гипотеза была опубликована Стивом Боксером... Я разговаривал со Стивом... В этом году... И он мне указал... Если вы посмотрите на хронологию... На хронологию... Структура была опубликована осенью 96-го года... Так? Структура белка... А гипотеза Стива по фотоопереноса протона... Была опубликована в том же году, но раньше... Таким образом... Стив предсказал... Фотокаскад фотоопереноса протона... Не зная структуры... Не зная структуры... То есть, это, конечно... Показывает класс ученого... Что предложил Боксер? Боксер предложил, что при фото возбуждении... Как я уже говорил... ПК... Кромофора... Изменяется... То есть, молекулы становятся более сильной фотокислотой... И протон... Перескакивает на ближайший акцептор... Доступны в частности... Это 22-я вода... Потом сирин... И 222-й глютамат... И экспериментально... Этот первичный протонный каскад... Был подтвержден экспериментально... С помощью различных специфических методов... В том числе и методами колебательной специфоскопии... Несколько слов о кинетике фотоопереноса протона... Опять же, многие видели эту схему... Но я и сегодня буду ее использовать в очень неожиданном аспекте... Поэтому... Хочу ваше внимание привлечь... Какой-то 20 лет назад... Или уже 30 лет назад... Пайнс и Хуперт... Обнаружили, что кинетика флуоресценции... Типичной фотокислоты... Пиранина... Она не экспоненциальна... Она даже не полиэкспоненциальна... В полуэкрифмических координатах... Что, в принципе, не объясняется... С точки зрения фотоопереноса протона... В рамках модели Айгена... То есть образование ионной пары... Контактной ионной пары... И разделение нереагентов... Поскольку решение этой кинетической схемы... Предполагает полиэкспоненциальный... Распад ее с бухденовым состоянием... Что предложил Акмон... Он предложил оставить первую... Химическую стадию, как есть... То есть перенос протона в контактной ионной паре... Но предложил... Описывать разделение заряда... С точки зрения модели... Уравнение Дебайс-Молуховского... Это диффузионная модель... Которая описывает диффузионное поведение... Пары анион-протон... В поле их взаимного... Экзостратического протяжения... И в присутствии обратимой реакции на границы... Опять же, все опубликовано... Я в математику этой модели... Влабляться не буду... Но несколько выводов, которые я буду использовать... Оно здесь очень интересно и важно... Первое... Как я уже говорил... Затухание флуоресценции... Затухание флуоресценции нейтральной формы... То есть нейтрального хромофора... Оно имеет степенной закон на длинных ременах... С наклоном Т в степени минус Д пополам... Где Д... Это диффузионность... Диффузионная размерность... Размерность диффузии... Взаимной диффузии протона и аниона... То есть в трехмерных растворах... Д равно трём... И, как мы видим... Экспериментальное подтверждение данной... Для флуоресценции молекулы в растворе... В воде имеет наклон Т степени... Минус три вторых... Потому что диффузионность... Диффузионное движение... Приходит в трехмерном пространстве... Важно также использовать... Что неэкспоненциальность наблюдается... Не только для нейтральной формы... Но и для анионной... Если имеется сильное тушение... Контактное тушение... То есть неэкспоненциальность протона в ионной паре... Которая приводит не... К восстановлению исходного состояния А... К деактивации... В этом случае и затухание аниона... Также будет иметь неэкспоненциальную форму... В этих координатах... Посмотрите... Это было вступление... Теперь немножко о наших результатах... Тех, которых я обидел... Но сейчас... Я отталкиваюсь от них... Я рассмотрю их новую интерпретацию... А также новые совершенно неопубликованные данные... Почему и как мы стали заниматься флуориционными белками... Для нас, как для физических химиков и фотохимиков... Это был идеальный объект... Для исследования реакции фотоэпереноса протона... Система, где все известно... Про доноры, акцепторы протона... Мы знаем, где находится донор протона... Фотокислота... Мы знаем, где находятся акцепторы... Молекулы воды... Аминокислотные остатки... Поэтому для нас было интересно рассмотреть ее кинетику... На тех же временных шкалах... Как и временные шкалы фотоэпереноса протона... Для фотокислот, которые я рассматривал здесь... То есть это производные нафтола... Гидроксептерена и так далее... И для нас было очень интересно увидеть, что асимпатическое затухание кинетических флуоресценций... Для нейтральной формы... Имеет такой же наклон... Т степени минус 3 вторых... Как и для кислот... Как и для молекул в растворе... Опять же... Молекула в растворе... Молекула в растворе... Протеин... Протеин... Трехмерной диффузии... Протона и аниона... Для нас это было немножко странно... Поскольку мы все знаем... Протеин достаточно жесткий... Диффундирует там, собственно, кроме протона некому... И уж тем более о трехмерной диффузии... Говорит достаточно странно... Поскольку молекула протеина достаточно жесткая... И для Уайлта от GFP... Она фактически непроникаемая... Непроницаемая... Ни для чего... Ни для градиентов протонов... Ни для кислорода... Ни для ионов... Я говорю про Уайлта от GFP сейчас... Поэтому эти наши результаты были достаточно интересны... Чтобы понять и исследовать... Почему же у нас наблюдается... Псерто-трехмерная диффузия внутри протона... Мы сделали ряд экспериментов... Первый из них... Это исследование реакции фотопереноса протона... При сверхвысоких давлениях... В частности, вы видите, что... Асимптотика затухания... Изменяется от... Трех... Имеет размерность 3... 2 и 1... При увеличении гидростатического давления... От одной атмосферы до 15 тысяч атмосфер... Что интересно... Зеленый флуоресцентный белок... Продолжает жить при 15 тысяч атмосферах... Квантовый выход такой же... 80%... Как и для Уайлта от GFP... Константы скорости диссоциации... Такая же не меняется... А что меняется? Меняется размерность... Меняется размерность... Взаимной диффузии... От 3... 2... К единице... Первое самое объяснение... Которое опубликовано 6 лет назад уже... Оно было достаточно наивное... Сейчас я понимаю, что, наверное, оно неправильно... Но первое наше объяснение такое... Мы предположили, что в протеине имеются трехмерные... Трехмерные протонные каналы... Которые позволяют поддерживать трехмерную диффузию протона внутри белка... Трехмерная диффузия... То есть в трех направлениях... Равномерная... Приведет действительно к наклону этой кривой... С наклона в степени минус 3,2... Хотя... Более свежие данные Агмона... Показывают, что в принципе... Сценарий более простой... И, наверное, более правильный... Агмон с Хупертом исследовали ту же самую систему... WildTag GFP... Не в системе с изменяющимся давлением... А в системе с варьируемой температурой... Мы все знаем, что в белках... Да и не только в белках... Давление и температура... В принципе, они имеют одинаковые эффекты... Но работают в обратном противоположном направлении... Понижение температуры... Равнозначно повышение давления... Имеется масса работ спецкопических... Которые показывают, что все специальные изменения... Наблюдаемые в белках... Можно проварьировать как... Или увеличением давления... Или уменьшением температуры... Что... Что увидел Агмон? Агмон увидел, что действительно... Наблюдается изменение... Изменение этого длины живущего хвоста... Его зависимости степени затухания... От минус 3,2 к корню СТ... То же самое, как наблюдается в экспериментах... С высоким давлением... И чтобы объяснить это... Он... Проанализировав свои более старые теоретические работы... Он предложил следующее... Что... В присутствии... В присутствии сильного... В присутствии сильного тушения... В одномерном случае... В одномерном случае... Асимптотика затухания... Будет также иметь наклон минус 3,2... Другими словами... Диффузион... Размерность диффузии протонов внутри БК... Имеет... Равна единице... Действительно, протон... Мигрирует по протонным каналам... По одномерным... Но... В присутствии... В присутствии тушения... Или... Выброса протона... Протона... Наружу... Экспериментально будет наблюдаться... Кинетика со степенью минус 3,2... Как это выглядит... На практике... Агмон проанализировал... Кристаллические данные по... И предположил, что... 203-й трианин... Может работать как переключатель... Как протонный свитч... И картинка... Схема... Показана здесь... Хромофор... Переносит первый протон... На 22-ю воду... Как мы знаем... Из кристаллической структуры... И... Дальше имеется вероятность... Как отправить протон гулять... Внутри протеина... С размерностью единицы... Так... И выбросить протон... Снаружи... Через 203-й трианин... Простой анализ... Кинетической схемы... Действительно приведет... К таким... А экспериментальным данным... Еще раз... Другими словами... Размерность диффузии протона... Внутри протеина единица... Поскольку каналы... Все-таки они одномерные... Но... Из-за того, что есть... Вероятность выброса протона... Выброса протона снаружи... Экспериментально наблюдается... Псевдо-трехмерная зависимость... Известно... Наши данные и не наши данные... Показывают... Что действительно... Эту размерность... Эффективность фото-переноса протона... Можно регулировать... Специфической мутацией... Членов этого протонного... Протонного мостика... Если заменять воду... Или серин... В частности, если заменить... Серин на валин... На 205-й... То... К нашему изымлению... И как бы... К удовлетворению агмона... Перенос протона... Все еще наблюдается... По-видимому... Через альтернативный канал... Через 203-й трионин... Таким образом... Подтверждая... Что... В WildTap GFP... Имеются два... Главных протонных канала... Главный... Через серин 205-й... И побольше... Через... Через 203-й трионин... Если... Сделать двойной мутант... Заменив... Гидрофильный серин... И трионин... На гидрофобный валин... Оба протонных мостика... Перерезаются... И поглощение и флуоресценция... Наблюдаются только из нейтральной формы... Молекулы все еще... Сильная фотокислота... Но поскольку нет... Нормальных акцентров протона... Готовы принять протон... От возбужденного хромофора... Хромофор все еще сидит на молекуле... И испускает... Испускает... Синий свет... Из нейтральной непротонированной формы... Как показал Агмон... Действительно протонные... Система протонных проводов... Если так назовем... Она гораздо более сложная... И включает в себя... Включает в себя... В принципе... Другими словами... Весь протеин... Прошит протонными проводами... От начала до конца... И можно проанализировать... Динамику... Переноса протона внутри протеина... И проанализировать... И гипотезу... Протонного переключателя... Трионина... Который согласно Агмону... Выкидывает протон наружу... Тем самым... Превращая белок... В некий аналог... Протонной... Протонной помпы... Типа бактерии родопсина... Опять же... Пока что экспериментальных данных... Подтверждающих этой гипотезы нет... Но мы... Вместе с Костей... Работаем над этим... И... Надеюсь... Что скоро будут результаты... Но это было немножко такое вступление... А сейчас... О результатах... Которые только что опубликованы... Вы видите... Статья еще даже не имеет страницы... Моя коллега... Дженни Янг... Из соседнего... Джорджин Стейд Университ... Обратилась ко мне... Зная мой интерес... Вырос его в суценных белках... Попросила меня... Решить фотохимическую проблему... Фотохимическую задачку... Дженни является членом кальциевого клуба... То есть... Кальциевый клуб... Это... Клуб людей... Занимающихся кальциомикой... В одной Атланте... Их... Я знаю... Наверное... Группы 3 или 4... Чем прославилась Дженни... Дженни... В общем... Достаточно сильный игрок в этой области... Она предложила использовать... Мутант флуоресцентного протеина... Берент как... Очень интересный... Зонт... Флуоресцентный зонт на кальций... Ее подход следующий... Она... Сделала... Она промутировала 5 аминокислот... Снаружи... Снаружи... Снаружи бета-беррол... Так... То есть... Промутировала 5... Я уже не помню, какие мутации... Но... Как результат... Это 5 карбоксилатов... Аспартаты... Гритоматы... И... Фактически... Мы имеем такой кластер... Пятидентатный легант... Который очень эффективен... Связывание кальция... Что интересно... Что интересно... Хромофор... И этот кластер... Этот легант... Связывающий кальций... Друг друга не видят... То есть... Они расположены... Далеко друг от друга... Но при этом... Протеин дает отлик... На связывание кальция... И... Собственно... Следующая часть моего доклада... Будет про это... Что же мы видим... При связывании кальция... И о каких... Порядках величин... Идет речь... Структуры... Были опубликованы... В конце прошлого года... То есть... Эйпо... Это... Протеин... Не связанный протеин... Холор... Протеин... Со связанным кальцием... То есть... Назвали кетчер... Потому что... Собственно... Действительно... Пять бутаматов... Они как пять пальцев... Одна рука... Связывают кальций... Достаточно... Достаточно эффективно... Константы связывания... Не очень большие... По-моему... Они миллималярные... Или субмиллималярные... Но... Специально сделаны... Для... Детектирования... Динамического... Детектирования кальция... Я не биохимик... Не помню уже... В какой... В какой части клетки... Миллималярные... Концентрации кальция... Не знаю... Может поможет что-нибудь... Метахондрия или нет... Наверное... Наверное... Ну вот... Это... Специально был... Дизайн... Этого... Этого зонда... Был сделан... Чтобы исследовать... Делать динамические исследования... На связанные кальция... С использованием флуорационных протеинов... Для меня... Как для фотохимика... И для вас... Занимающихся флуорационными протеинами... Как бы ничего... Спектральные данные... Ничего-то нового нету... Это... Один из PH... Зависимых... Мутантов... GFP... Он... Достаточно неплохо тетруется... Форма... Отвечающая нейтральной... Плоса нейтральной формы... Плоса неонной формы... Что интересно... А тетруется... А тетруется... Не вся популяция... Примерно 50%... Но... Это опять же... Как бы... Ничего в этом удивительного нет... Некоторые белки... Действительно... Такое показывают... Двухполосная флорссенция... Отвечающая... Реакция фотопереноса протона... В принципе... Как бы... Один из белков... Таких... Белков... Наверное... Десятки... Но... Что интересно... Что отличает этот белков... От других... Рассмотрим... Кинетику... Очень... Достаточно слабая... PH-зависимость... То есть... Показывающая... Что... Реакция фотопереноса протона... Достаточно... PH-независимая... Как и должна быть... Для нейтральной формы... Для... Анионной формы... Для анионной формы... Мы видим достаточно сильную PH-зависимость... И... Вернемся теперь к кинетике флорссенции... Очень слабый отклик на кальций... И на изотопный эффект... Но... Может быть... Наиболее сильный эффект... Наблюдается в кинетике флорссенции... Анионной формы... Получающейся путем... Реакции фотопереноса протона... То есть... Это полуагиорифмические координаты... И... Собственно... Времена... Достаточно сильно... То есть... Опять же... Что мы видим здесь... Это кинетика флорссенции... Анионной формы... Которая получилась... При возбуждении нейтральной формы... И фотопереноса протона... От нейтральной формы... На анионную... Мы видим очень сильный эффект... Который связан со связыванием кальция... От Эйпо-Холла... И... И изотопный эффект... И HD-изотопный эффект... Который приводит к... Разнице в кинетике... В временах... Как минимум в два раза... Увеличенная картинка показана здесь... И... Она говорит нам... О чем она нам говорит? Она нам говорит, что... Связывание... Связывание кальция... И замена... Дейтерия на протий... Приводит к... Уменьшению... К уменьшению... Вот этой самой константы скорости... Константы скорости... Неадиобатического... Тушения флорссенции протонами... Так... То есть... По какой-то причине... По какой-то причине... Дейтерий... Тушит... Молекулы... Тушит анионную форму... Гораздо больше, чем протий... Вообще это немножко... Немножко странно... Поскольку мы знаем, что... Константы диффузии... Протий... В... В 1.4 раза больше, чем дейтерия... И предполагает... Обратный эффект... Но... В нашем случае... Мы видим, что дейтерий тушит сильнее... И... В отсутствии кальция... В отсутствии кальция... Тушение больше, чем в присутствии кальция... То есть, какие выводы мы можем сделать отсюда... Во-первых, очень странная кинетика флуоресценции анионной формы... Это, наверное, первый белок, в котором наблюдается такая кинетика... Я специально... Я сначала не поверил себе... Думал, что врет прибор, врет белок... Перемерил несколько протеинов, которые мы синтезировали... Которые Костя предоставил... Выспроведили литературные данные... Ни в одном флуоресцентном белке... Я повторяю, ни в одном... Кинетика затухания аниона не имеет такую полиэкспоненциальную форму... С быстрым затуханием и с экспоненциальным хвостом... И... Которую, как мы знаем, и этот быстрый хвост... Объясняется тушением... Неалебатическим тушением анионной формы протонами... Которые приводят к деактивации состояния... Наблюдается обратный изотопный эффект... Тушение деэтерия больше, чем протеин... В отсутствии кальция тушение меньше, чем в присутствии... Вот это данные, которые мы получили... И эффективное время жизни отличается в два раза... То есть, в принципе, для Флим эффект достаточно существенный... То есть, кальций будет виден в экспериментах... И замена протеина деэтерия... В экспериментах... По имиджингу с помощью флуоресцентных времен... Опять же, стеди-стейт данные... Повторяюсь, как бы... Тайм-резолфт... Я о них говорить не буду... Если пронормировать кинетики флуоресценции этих протеинов... В присутствии... В присутствии и в отсутствии кальция... И в присутствии проте... И в отсутствии его... Мы опять же видим, что отношения квантовых выходов полос нейтральной формы и анионной... Показывают, что и кинетики затухания нейтральной формы, которая фактически не отличается... Показывают, что действительно прямой фотоперенос протона фактически одинаковый... Но эффективные времена жизни и различия в квантовых выходах наблюдаются... Потому что из-за очень интересного тушения флуоресценции анионной формы на протеем... Дейтерием, в отличие от протеем... И ингибирование его путем связывания кальция. Ответ, конечно, в кристаллической структуре. Понимание этой причины... Почему дейтерий тушит лучше, чем протей... И почему кальций приводит к уменьшению тушения в кристаллической структуре, которая показана здесь. И ответ... Кетчер в связанной и в несвязанной форме... В кетчере в несвязанной и несвязанной форме... Отсутствует водородная связь между хромофором и 203-м трианином, о котором я упомянул раньше. 203-й трианин, это ключевая аминокислота, кислота, которая выкидывает протон наружу белка. Для того, чтобы протон попал на трианин, должна быть водородная связь между ним и белком и хромофором. Она отсутствует в кетчере. И она присутствует в GFP, в EGFP и фактически во всех мутантах GFP, для которых известны кристаллические структуры. То есть, объяснение наше такое. В кетчере, в кальциевых белках, отсутствует водородная связь между хромофором и трианином. Нет, поскольку нет водородной связи, нет вероятности переноса протона на трианин и дальнейшего выброса наружу. Поэтому протон, после его фотопереноса, болтается где-то здесь, вблизи хромофора. И почему диетерий тушит сильнее? Диетерий, как мы знаем, тяжелее. И вероятность его, вероятность диетерия диффундировать от хромофора по цепочке водородных каналов, которых я рассматривал, она меньше, чем в случае проти. Поэтому диетерий уходит из микроокружения хромофора на меньшее расстояние, чем проти. И вероятность обратной рекомбинации для диетерия больше, чем для проти. Опять же, эти данные наблюдаются только в белках. В растворах наблюдаются обратной зависимость. Из-за того, что диетерий дефундирует медленнее, тушение диетерии медленнее, чем проти. В белках наблюдаются с точностью до наоборот. Что касается кальция, какой эффект кальция на реакции переноса протона. Из кристаллической структуры, я не буду говорить о каких-то данных. Но было показано, что связывание кальция приводит к упрощению водородных связей и возможности выхода как диетерия, так и проти из микроокружения белка. Таким образом, связывание кальция приводит к тому, что как в проти, так и диетерий приводит к тому, что обратное тушение тоже замедляется. Таким образом, выводы по первой части работы. Кетчер, то есть кальций-связанный белок, это, наверное, первый флуоресцентный протеин, в котором наблюдается очень интересная протонно-гиминальная рекомбинация внутри белка. Внутри белка. И мы видим это из-за кинетики флуоресценции. И, в принципе, это наша первичная данная, это первая статья на эту тему. На эту тему, в принципе, открывают дверь для металлопротеомики, которая позволяет детектировать связанные металлы за счет модуляции фотопереноса протона внутри белка. То есть что мы смотрим? Мы смотрим за динамикой какой-то фотохимической реакции внутри белка и ее отклик на связывание внешнего металла. Ну, считаю, что достаточно интересно. И посмотрим, во что это и будет дальше. Конечно, следующий вопрос. Пробовали ли красный? Да, пробовали. Но с красными белками, как мы знаем, основная проблема такая, что хромофор в красных белках, он неонный. И поэтому никакой реакции фотопереноса протона речи идти не может для тех белков, которые пробовали. Следующая часть доклада, она связана о различиях идеальных и реальных флуоресценных протеинах. Для большинства из вас, наверное, не для большинства, поскольку лаборатория достаточно, и костная группа достаточно изысканная, и знает о белках гораздо больше, чем я. Но для большинства молекулярных биологов флуоресцентный белок и его хромофор, и его поведение описываются в эту схему. Флуоресцентный протеин должен быть яркий, схарактеризованный из желаемой длиной волны возбуждения или поглощения длиной волны эмиссии. Квантовый выход называется тем ближе к единице, тем лучше. То есть вот идеальный хромофор. Но в реальности, конечно, мы знаем, что все не так. В реальности квантовый выход флуоресценции меньше, чем единица. И мы поставили себе вопрос, что известно о темных состояниях, которые приводят к деактивации и к уменьшению квантового выхода флуоресценции, и как мы можем использовать информацию об этих темных состояниях для практических целей. Вот о чем будет следующий мой доклад. То есть что известно о темных состояниях. Не о флуоресценции, а наоборот о нефлуоресценции. И почему квантовый выход флуоресценции в белках меньше единицы. И что мы с этим сможем сделать. Мне в этом будут помогать три французские актрисы. Жульет Бинош, Ирин Жаков. Кто из вас смотрел этот фильм? Это интересно. Очень приятно. Я делал доклад Монтани, по-моему, в прошлом. Руки никто не поднял. Трилогия Кислецкого. Три цвета, красный, белый, синий. И первая глава синяя. Синяя, Жульет Бинош. Две статьи, которые были опубликованы недавно. И о синих белках, и о темных состояниях в синих белках пойдет речь. До поры синие белки, как известно, были основаны на замене тирозина на аминокислоту, не поддерживающую фотоэпереноз протона. На хистидин или на какую-то другую. Фотоэпереноз протона нет. Фотохимические свойства хромофора такие, что эмиссия, собственно, синего света. И ничего в этом удивительного нет. Но, как я уже упоминал раньше, если в зеленом белке перерезать два протонных канала, то протону некуда деваться при фотовозбуждении. Он остается на фотокислоте. Эмиссия и эмиссия действительно наблюдаются только синее. 450 нм. Как и должно быть. Как, собственно, и в свободном хромофоре в отсутствии реакции фотоэпереноса протона. И вот первый мутант, о котором я упоминал, это мутант, в котором первичные и вторичные протонные каналы заблокированы путем мутации новолин. Это белок Ремингтон и Хуберт. Второй мутант в тот же самый год Роджер и Роберт Кэмпбелл, которые были в постдоков в то время. Синий белок, поглощение в синей, нейтральной формы, эмиссия нейтральной формы. Они назвали его М-Калама. Но для нас, что интересно, этот белок включает в себя те же самые ключевые мутации. 203-й валин и 205-й валин. То есть в нем фотоперенос протон задавлен. И никакой зеленой эмиссии не наблюдается. Тем не менее, квантовый выход флуоресценции в отсутствие фотопереноса протона был 45%. Поэтому мы спросили себя, что же случается с 50% энергии, закачанными в белок. Мы физически-органические химики, занимающиеся реакцией переноса протона, в основном возбужденном состоянии. Поэтому первый эксперимент, который каждый делает, это pH титрования. В нейтральном буфере при pH 7,5, как я уже говорил, и абсорбция нейтральной формы, эмиссия нейтральной формы. Ничего удивительного. Повышаем pH. При pH выше 10, эмиссия все еще нейтральная. Немножко аниона наблюдается. Повышаем pH. Только при pH приближении к 12 наблюдается некое подобие аниона. Но, как мы знаем, флуоресцентные белки при pH 12, в общем-то, им не очень хорошо. Это не та среда для исследования флуоресцентных белков. Хотя это реакция обратимая. Но вывод из этого поведения, что apparent, то есть наблюдаемая константой диссоциации, наблюдаемая ПК, очень высокая, больше 12, поскольку белок не титруется. Тем не менее, pH изменения обратимы. И структура белка достаточно гидрофобна, поскольку она нечувствительна к изменению pH. Фептосекундные эксперименты я о них говорить не буду. Но для нас, что было важно, что все полосы, наблюдаемые в трензит-абсорбшенных экспериментах, они имеют время жизни 1,5 на 1,5 секунды, что совпадает с временем жизни инстуристентного белка с помощью временно разрешенной флуоресценции, то есть это время жизни первого синглета, ничего как бы удивительного нет. Поздоровые наносекунды, все как и предсказано. Чудеса начинаются, когда мы прибавили энергии возбуждения и расширили время наблюдения от наносекунд к микро- и миллисекундам. И вот тут начинаются неожиданности и появляются темные состояния, о которых ничего не было известно. И это первый пример охарактеризованных темных состояний во флуоресценных белка на микро- и миллисекундных временах. Что наблюдается на микросекундных временах? Мы видим, что с временем задержки 4 микросекунды наблюдается полоса черная. Это выцветание основной формы, ничего удивительного нет. Но трензинт-полоса поглощения, она относится, конечно же, к аниону в районе 480 нм и некий печок в районе 430 нм. Динамика показана здесь. Эта полоса при 490 нм исчезает за сотни микросекунд. Полоса при 430 нм живет больше одной миллисекунды. Что-то интересное. Если расширить время наблюдения, временную шкалу наблюдения от микросекунды к миллисекундам и минутам, мы наблюдаем, что темное состояние во флуоресцентном белке, которое образовано путем поглощения, и поглощает 430 нм, живет секунды. Живет секунды. Что же это такое? Что же это такое? Пока что мы этой работе уже несколько лет. Чтобы обработать массив данных, полученных с помощью трензит-абсоршн-экспериментов, я в математическую модель не буду углубляться, но это показано, показан фитинг этой модели, которая позволяет идентифицировать несколько кинетических фаз, то есть кинетические компоненты, которые живут в такими характерными времена жизни. И мы видим, что тут их несколько. Как микросекунды, так миллисекунды, так и секунды. То есть система многокомпонентная и с промежуточными состояниями, поглощающими от 430 до 505 нм. Чтобы архитизовать их, мы сделали очень много контрольных экспериментов. В частности, интересно, что кинетические фазы, в частности, две быстрые фазы с временами жизни 6 микросекунд и 98 микросекунд, они pH-зависимые, то есть, что показывает, что, скорее всего, они относятся к репротонированию анионово-состоянии, но только одна из них, только быстро из них, показывает кинетический изотопный эффект. Что касается полосы 430 нм, первая, первичная наша гипотеза была связана с поглощением радикала катиона, то есть с ионизацией нейтрального хромофора, который наблюдался для белки. Такие же полосы наблюдались для хромофора в растворах. Мы думаем, что слабые полосы в районе 60-60-60 отвечают за сорботированный электрон, который образовался путем фото-ионизации. И два года назад, да, наверное, уже два года, мы предложили первый, первичный анализ фотоцикла в синей флуоресцентной белке М-Калама, который предполагает себя возбуждение хромофора, нейтрального хромофора в Z- или CIS-конфигурации, который претерпевает флуоресценцию, то есть обратную деактивацию в среднем жизни 1,6 нс. И часть хромофора, часть популяции хромофора претерпевает частичную изомеризацию, тем самым открывая возможности для фотоиндуцированного переноса протона. И дальнейшие кинетические компоненты связаны с репротонированием, с реизомеризацией, и часть хромофора может быть ионизованно, и рекомендации с радикалом наблюдаются при больших временах. И это, к сожалению, статью не приняли, и слава богу. И слава богу. Потому что основные гипотезы, основные комментарии от ревьюеров были следующие, что без структуры, как я повторюсь, для этого белка структура не была известна. Кристаллическая структура не была известна. Первый вопрос, который нас правит ревьюер, а куда же переносится протон? Мы не знаем. Мы не знаем, потому что нет структуры. Единственное, что мы знаем, что у нас перерезаны два протонных канала, главный и основной, и это все, что мы знаем. Как себя ведет хромофор при фотоиндуцированной и изомеризации, конечно, у нас были предположения, но они не сработали. И это победение ничего не говорит об селективной PH и HD-зависимости. И мы ничего не знаем о природе электронных состояний. Чтобы ответить на все эти вопросы, я сотрудничаю с блестящими, с множеством блестящих ученых, как экспериментаторов, так и теоретиков. И в этом мне помогли теоретики Настя Боченкова, музыканец и химфака, и Сергей Плетнев, который, многие из которых вы его прекрасно знаете. Что сделала Настя? Настя с помощью QMMM методов, методов квантовой механики и молекулярной механики промоделировала МКоламу. То есть она взяла ближайшую известную структуру, ближайший известный мутант, для которого есть структура STU5V, 23 точечные мутации, опять же все в компьютере, и применила свои знания к computational chemistry. То есть вот что она получила, я не буду вдаваться в подробности, но QMMM это метод, химический метод, расчетный химический метод, за который была вручена Нобелевская премия в прошлом году Воршаву, Картусу и не помню кому-то еще. То есть что он предполагает? Квантно-механическими методами посчитать белок в растворе конечно невозможно, потому что система слишком сложная, поэтому для сложных систем предлагающее следующее. Минимизируется с помощью молекулярной динамики протеин в растворителе, тысяча молекторастворителя, берется квантово-механический, оптимизируется полностью белок и часть белка с хромофорами рассчитывается уже очень точными об инейшими квантово-механическими методами, что позволяет в принципе предсказать достаточно точно электронный переход внутри белка, внутри настоящего белка с учетом всех электростатических потенциалов и всех свойствами на кислот окружающих белок. В то же самое время мы начали растить кристалл. И когда Настя закончила, прислала мне эту картинку и вырученный нами кристалл Сергей расшифровал, картинка получилась вот такая. То есть это триумф экспериментальной и расчеты науки. Что вы здесь видите? Вы здесь видите две структуры. Две структуры. Синяя расчетная, зеленая экспериментальная. Сошлось, ну в общем, я бы сказал, практически идеально. Практически идеально. То есть на настоящий момент мы имеем полностью структуру, как расчетную, так и экспериментально. И теперь мы уже можем проанализировать наше экспериментальное с точки зрения имеющейся структуры и электронной теории. Что посчитала Настя? С учетом, с использованием квантово-механических методов, она посчитала энергии перехода всех возможных форм, протонированных и депротонированных форм хромофора в цис- и в транс-состоянии. Что мы видим? Конечно, все совпало с экспериментом «Блестящее». Нейтральная форма, цис-анионная форма, цвитрионная форма, анионная форма выконфигурации. Предполагалось также, были рассчитаны спектры поглощения катиона-радикала и радикала. Я не буду давать и описывать каждую цифру, которая здесь, а вернусь к полному фотоциклу, который имеется на настоящий момент. Он, конечно, гораздо сложнее, чем мы видели вначале, но я считаю, что он достаточно адекватный. Итак, что мы имеем в синем, в нейтральном белке МКЛАМа, который не переносит протон в нейтральном состоянии? При возбуждении образуется нейтральная форма, которая не переносит протон в возбужденном состоянии, ему некуда его переносить. Ему некуда переносить. Флорсценция, идет обратная флорсценция с временем жизни полторы наносекунды. Но при деактивации и при деактивации этого хромофора происходит скручивание и перенос протона. Причем бренчинг происходит, я не помню, какое отношение выходов цис и трансформы. Данные есть. Но две формы образуются в сравнимых состояниях. Цис-анион, транс-анион и анион депротонируются, резами изомеризуются. Цис-анион репротонируется, изомеризуется и образует свитер-ион, который подтверждает экспериментом. Достаточно сложный каскад. Дальше. Из-за того, что фотохимические эксперименты были проведены достаточно мощными наносекундными лазерами с шириной импульса наносекунд, наблюдается поглощение второго фотона, второго фотоноцентральной формы, который приводит к образованию катиона-радикала, кислотность которого гораздо выше, он депротонируется и идет обратная релаксация с поглощением электрона и поглощением протона. В принципе, схема достаточно сложная, но она достаточно адекватно описывает эксперимент. И основана на кристаллической структуре и на очень-очень хорошем расчете электронных переходов во всех трензитах. Темное состояние идентифицировано. Что с ним можно сделать, спрашивает нас Жульен Бенош. И использование темного состояния, которое в нашем случае это темный анион, который живет в микро-миллисекунды. Его применение на практике. Об этом будет следующая тема моего доклада. Ой, Костя, а можно часы? Я могу увлечься. Мы начали, по-моему, позже, да? Мы начали попозже. Интересное применение флуоресцентных протеинов для оптической модуляции. Я расскажу, что это такое. Костя, которое было предложено нашим коллегам Робом Диксоном из нашего департамента. Оно основано на достаточно примитивном фотохимическом подходе. Для людей, для нефотохимиков я уже показывал эту схему. Предположим, у вас есть флуорофор, для которого известны длина волны поглощения, длина волны испускания. Как правило, лишнюю ту, она меньше, энергия распускания меньше, чем энергия поглощения. И есть какое-то темное состояние, которое стягивает на себя часть энергии. Что это за состояние, неважно. Это может быть реплет, радикал, темный анеон, чарж-трансовое состояние, что угодно. Неважно. Главное, чтобы часть электронного возбуждения шла через это темное состояние. Теперь, если найти такой второй лазер, такой возбуждающий лазер с длинными волн, с длинными волн и, соответственно, с энергией поглощения меньше, длинные волн больше, чем первичный лазер и чем энергия флуоресценции, то есть вероятность, что путем возбуждения и темного состояния мы можем репопулировать, перенаселить исходное состояние и тем самым увеличить долю молекул флуоресцирующих и тем самым увеличивать общих квантовых. Вот как бы схема, идеальная схема показана здесь. Флуоресценции в присутствии первого лазера, в присутствии второго лазера, включаем, выключили и так далее. Это было показано 5 лет назад для органических молекул и для квантовых точек. И когда мы поговорили с Робом, мы подумали, что в принципе у нас же есть та же самая система, которая может быть использована. У нас есть первый лазер с длиной волны 360 нм, у нас есть второй, у нас есть, мы знаем длину волны и спускания 450 нм, и мы знаем, где поглощает темное состояние. Мы знаем, что темное состояние поглощает гораздо краснее, чем синее состояние и чем флуоресценция. Таким образом, идея была такая, что попробуем-ка мы возбудить это темное состояние и загнать его обратно во флуоресцентное состояние и посмотрим, что получится. Я не буду говорить о мудогенезе, поскольку мы уже знали, что мы делаем. Мы знали, что мы возбуждаем сисо-неонное состояние, поэтому нам нужно было его застабилизировать, изменением эстетических факторов и водородной связи, но данные экспериментальные, часть данных вот какие. Мы отталкивались от мутанта, нашего любимого двойного 203-й валин, 205-й валин, несколько мутаций, это был первый протеин, был подарок Джума Ремингтона, и для одного из мутантов наблюдалось увеличение флуоресценции на 37%. Казалось бы, это 37% это не так много, всего лишь 37%, но тем самым модулируется только флуорофора, который интересен нам. Это идеальный способ убрать автофлуоросенсу и бэкграунд от клеток. Почему? Потому что вторичный лазер у нас возбуждает только модулируемое состояние, бэкграунд, клеточный бэкграунд не модулируется, потому что он там не поглощает. Для клеток нет темного состояния, которое поглощало бы 450 и которое бы имело бы время жизни микро-миллисекунды. То есть мы нашли интересную систему, которая позволила бы перенаселить исходный флуорофор. Дальше. Как я уже показывал, модуляция состояния должна быть в импульсном режиме. И мы показали, что зависимость модуляции от частоты вторичного лазера имеет сигмоидную форму. То есть при низкой частоте лазера, конечно, модулируется много. При высокой частоте ничего не модулируется, потому что характеристичная частота связана с временем жизни темного состояния. Для каждого белка она своя. В частности, для этого мутанта частота модуляции 37 Гц, что соответствует примерно 30 миллисекунд. То есть темное состояние в этом белке живет 30 миллисекунд, в этом 100 миллисекунд и так далее. То есть вот способ различать белки с помощью модуляции их состояния, за счет модуляции темного состояния, живущие по-разному в зависимости от молекулярных свойств белка. Времени у меня мало, не буду вдаваться в детали. Клеточный эксперимент, конечно, заставили сделать. Статья в итоге была опубликована. Данные в клетках без модуляции, с модуляцией. Видите, как бы Сигмунт и Нойз различаются достаточно существенно, яркость повышается достаточно хорошо. В присутствии постоянного возбуждения немодуляционный лазер, то есть если второй лазер работает постоянно, CW никакой модуляции нет. Ну и в клетке без протеина тоже модуляции нет. Но вот достаточно интересная работа. Опять же, самая литая работа такая. Был синий протеин. Возбуждаем его, возбуждаем хромофор основной длины света. Возбуждаем тот же самый хромофор в импульсном режиме. На выходе получаем модуляционный флуоруссентный сигнал, который повторяет частоту вторичного лазера. И темное состояние, о котором я говорил, это цис-анион, который живет в микро- и миллисекунда. Последняя глава красная. Это мне будет помогать Ирэн Жаков. Две статьи, которые были опубликованы, одна три года назад, другая только что. И они связаны с интересными темными процессами в красных белках. Первая, конечно, основана на работе, опубликованной в этом институте, в лаборатории Лукьянова. Это картинка легенопредоставленной кости. Все знают килорет, протеин, который фототоксичный, убивает в клетке при облучении. Эти данные достаточно уже старые. То есть мы знаем, что в присутствии в организмах и в ДНК, собственно, рушится ДНК, происходит необратимая мутация в организме. Сейчас, конечно, более свежие статьи появились, но для нас важно, что как бы разрушается двойная спираль ДНК. Для нас, как для фотохимиков, было интересно ответить на вопрос, какой механизм фотосинситизации. Как известно, и было показано, что фототоксичность белка килорет только аэробная, то есть образуется reactive oxygen species, то есть активные частицы с участием кислорода, они могут образовываться путем реакции тип-2, фотосинситизации, а именно переноса энергии с триплетного состояния белка на молекулярный кислород, с образованием серебетного кислорода или с участием переноса электрона, который может быть как восстановительным, так и окислительным, с образованием радикалов. Опять же, я об этих данных рассказывал два года назад. Синклетного кислорода мы не увидели, то есть это не тип-2, но увидели очень много радикалов, то есть неизвестной природы, правда. Таким образом, что мы знали до прошлого года, то что фотосинситизация красными белками проходит по типу-1, то есть использованием радикалов, которые могут выходить через водный канал, который нашли в своей работе в Укьяна Губрия Плетнев. Собственно, вот данные и кавер нашей работы, публикован два года назад. Образуются радикалы, но что это за радикалы и как они образованы, вопрос остался открытым. Образовались ли они путем восстановительного проэнсилитрона, окислительного и что? Заберыводы радикала, супероксид, гидроксидные радикалы и так далее, было неизвестно. Что мы сделали? Мы сделали тот же самый эксперимент. Мы сделали тот же самый эксперимент, transit absorption эксперимент. Спинтры поглощения и флуоресценции киллерет показаны здесь. Собственно, мы их все знаем. Красный белок, анеонные формы, поглощение 590, поглощение и спускание 605. Фемта нано-пик и наносекундные эксперименты опять же говорят, что основные полосы относятся к исчезновению 7-летного состояния, в среднем жизни несколько наносекунд. Ничего удивительного. Но, если прибавить мощь лазера и расширить канал наблюдения от наносекунд до микро- и миллисекунд, мы наблюдаем новую полосу, которая раньше никогда и никем не наблюдалась. Полоса поглощения с максимумом 740 наносекунд. 740 наносекунд, которая гораздо краснее, чем спектр поглощения красного хромофора. Время жизни этой полосы сотни микросекунд. И что интересно, динамика этой полосы и динамика релаксации выцветания основного состояния достаточно длинная и интересная. То есть она простирается на много шкал времен от FEMSA до микро- и до миллисекунд. Что же это такое за странный такой трензиент? Конечно, были сделаны очень много экспериментов. И для этого мы сравнили кинетику в трех родственных красных протеинах. Healer-Red, который очень фототоксичный, из-за присутствия водного канала MRFP, обладающих мономерный красный протеин с слабой фототоксичностью. И DS-Red, не фототоксичный, в котором нет водного канала. Мы видим, что кинетика исчезновения этого трензиента, она очень зависит от структуры протеина и очень зависит от парциального удаления кислорода для KILORED, но не для DS-Red. Для DS-Red, мы видим, цвет кислорода нулевой. Изотопный эффект, в общем-то, сравним. Не очень пока понятно. И присутствие редоксореагентов, очень сильное для KILORED, то есть присутствие перекиси водорода. Микромалярное количество, мы видим, кинетика затухания уменьшается в разы для KILORED и не изменяется для DS-Red. То есть явно идут какие-то редокс-процессы с участием как кислорода, так и перекиси водорода. Но опять же, что это за трензиент, пока непонятно. То есть кто этот такой незнакомец, который поглощает 740 км? Давайте рассмотрим все возможные кандидаты. Их не так много. Первый – это триплетное состояние, то есть взаимодействие, триплетное состояние, которое образуется путем внутренней конверсии. Перенос электрона, перенос электрона как инициационный сброс электрона на растворитель с образованием радикала, или сброс электрона на кислород с образованием супероксида, супероксида радикала и радикального состояния, а также радикальное состояние, которое образуется путем приема электрона. Вот у нас есть три кандидата, и чтобы ответить на них, конечно, обратимся опять к теоретикам, которые помогут нам рассчитать электронные структуры наших промежутных состояний внутри реального белка. Мне в этом помогала Анна Крылова и Ксения Брава, ее постдок. И что нам сказали теоретики? Триплет подходит по энергетике, но не проходит по кинетике, потому что космосференция триплета, как мы знаем из эксперимента, живет единицей в микросекунд, но не сотни. Радикальный хромофор. Первичный кандидат на фотоионизацию, это хромофор. Мы видим, что он основан на феноле, то есть для фотохимиков результат взаимодействия света с такой молекулой будет выброс электрона, то есть ионизация. Но теоретики сказали нам, что нет, для радикал не имеет такие специальные свойства внутри протеина. Комплекс с переносом заряда, который в принципе тоже мог бы поглощать далеко в Красной области, тоже там его нет. И дирадикал ион, который приводит к дополнительному рейтингу, мы никакого рейтинга не обнаружили. То есть все это не работает, к сожалению. Теперь правильный ответ, что же это за трензинс с длиной волной 740 нм. Интересно, что единственный кандидат, который подходит под эти спектральные данные, это радикал дианион. То есть это результат отрыва электрона, молекулы хромофора от электронного акцептора внутри белка. Достаточно неочевидно. Зачем анионные молекули? Нужен еще один отрицательный заряд. Обычно финаляты ведут себя совершенно по-другому. Но, исходя из данных расчета, из эксперимента, единственный кандидат на образование трензина 740 нм, это этот путь. Это прием электрона хромофором в синглетном состоянии, поскольку образование его идет быстрее, чем 1 нс. Секунда, с образованием радикал дианиона, который, в свою очередь, уже может отдать свой электрон молекулярному кислороду, с образованием суперосит-радикала, который уже начнет цепочку РОЭС разрушений как внутри, так и снаружи белка. Какие данные подсказывают нам, какие данные имеются в пользу нашего механизма? Во-первых, кто может быть донором электронов внутри белка? Какой-то из карбоксилатов, которые легко арионизовать. И мы знаем, что для DS-RED действительно наблюдается декарбоксилирование, связанное с потерей СО2 после передачи отрыва электрона хромофором от одного из глутаматов. Другие экспериментальные данные тоже это подтверждают. И, в принципе, интересно спросить себя, не является ли фото-восстановление, не фото-окисление, а фото-восстановление, то есть отрыв электрона хромофором, важной первичной стадией для фото-бличинга и для свитчинга, и для фотопереключения. В принципе, это достаточно неожиданный механизм. Я знаю, что, конечно, он предполагался не косвенно, но, как нам кажется, что это первые экспериментальные данные, которые подтверждают восстановительный перенос электрона в флуоресцентных белках. Ну, на этом я закончу. Выводы достаточно простые. Первый вывод, он созвучен с тем, что предложил Костя 4 года назад, что флуоресцентные белки, они ведут себя так же, как и органические молекулы при подвозбуждении. Они переносят протон, переносят электрон, и, собственно, они мало чем отличаются от обычных органических молекул, описанных в учебниках по фотохимии. Поэтому, если вы молекулярный биолог, то следует иметь это во внимание. То есть, если у вас есть молекула и свет, флуоресцентный белок, в данном случае, и свет, ожидайте, что у вас будет тот же самый набор фотохимических превращений, которые наблюдаются для обычных молекул. Фотоиндуцированная динамика и шкала времени во флуоресцентных протеинах огромны. Она простирается от фемтосекунд, поглощения света, до переноса протона, внутри молекулярного переноса протона, пикосекунды, субпикосекунды, до микро и миллисекунд. Это образование темных процессов и их релаксация. То есть, от фемтосекунд до секунд и даже минут. И, как мне кажется, я показал три интересных примера, в которых темное состояние этих белков, живущие в микросекунды и секунды, используется для практических продолжений, такие как фотосвитчинг, оптическая модуляция и исследование свойств фототоксичности. Конечно, работа кооперативная, много талантливых коллег. Моя группа в Джорджетехе, коллабораторы в Джорджетехе, Ингима Мариус, Роб Диксон, его студентка Эми, Сергей Плетнев, блестящий кристолограф в Аргоне, который помогал мне с расшифровкой структуры М.Каламы. Коллеги из Джорджетехе, Дженни Янг и Ю, с которыми мы работаем в области клип-калициомики. Дима и Миша помогали мне с трензит-адсоршн экспериментами на длинных шкалах. И Анна, Ксения и Настя, блестящие теоретики, которые могут решить любую проблему. NSF и НЭЙШ дали нам средства для исследований. И спасибо за внимание. Вопросы, я так полагаю. Вы говорили о гасителях. Проводили эксперименты, так понимаю, с противим и диетерием. Проводили ли вы эксперименты с третий аналогичный? Нет, с третий. Если честно, я персонально никогда не работал. У него время жизни, по-моему, 8 минут, если не ошибаюсь. 8 минут, да, Эрис? Это интересно было. Я, конечно, понимаю, предсказуемые из-за результата, но... Нет, не работал, поскольку помогал. Но, если я не ошибаюсь, у него время под распадом минуты. И работать с ним фотохимически, если честно, я не знаю ни одной фотохимической работы с использованием третий. Поправьте меня, если я не прав. Не прав. Но поскольку время накопления эксперимента это минуты и десятки минут, то ожидать чего-то... Таких работ нет. Пока что нет. Также вы говорили о таком гасителе, как кальций. Использовали ли вы схожие по структуре элементы, имеете в виду, сразу запоминаете таблицу Менделеева, для сравнения их, как гасителей? Кальций используется не как гаситель. Он... Скорее, кальций это хороший ион, поскольку это... Это... Он связывается, но при этом флуорсенсу он не тушит. Более тяжелые металлы, конечно, потушивают флуорсенсу. Я не... По-моему, делалось сравнение между кальцием и магнием. Это первый... То, что спрашивают. Первый вопрос. Насколько селективный? По-моему, да. По-моему, разница есть между кальцием и магнием. Дальше, что еще интересно, я не упомянул в этом. Немножко слукавил, когда показывал структуру как бы Холла Кетчера. На самом деле, кристаллическая структура делается не с кальцием, а с гадолинием. То есть, в кристаллических структурах выращивается комплекс с гадолинием, поскольку это хороший контрастный агент и так далее. И гадолиния, в свою очередь, он уже, конечно, влияет на фотохимические действия. То есть, кальций не тушит. Разница между кальцием и магнием есть. Гадолиния тяжелый и тушит. Понятно. Как вы считаете, плауэресцентные белки более эффективны, чем квантовые точки? Или они равноценны? Они более интересны, эффективны. В них очень много всего интересного, чего нет в квантовых точках. И главное, что с этим можно, собственно, играть. В случае квантовых точек, как бы там... Елемут говорит, там нет таких степеней свободы. Конечно, можно играть там коршелл, наращивать там слои, там различного интереса. И, конечно же, можно модифицировать их и так далее, да. То есть, там плюсы и минусы есть, но белки, во-первых, меньше. Они меньше по размеру, в среднем. И, по крайней мере, для меня это флуоресцентные белки, ну, наверное, для Кости тоже такой хороший тулбокс, по крайней мере, в котором известно, если что поменял, ты можешь поменять вот в одну группу и посмотреть там на другую. Я хотел ставить, я вот не упоминал, хотел ставить картинку. Один из способов визуализации, например, очень интересный. Я сейчас работал в Саудовской Аравии. И это способ визуализации такой типа кейв-метод. То есть, заходишь в комнату, где, то есть, погружаешься внутрь белка. Где можно выводить внутри белка, то есть, трехмерная структура, у тебя трехмерные очки, там, джойстик и так далее, так сказать. Вот ты ходишь внутри белка и смотришь, ага, вот там сколько от хромофора, там, до этого глютамата и так далее. И, то есть, жизнь внутри белка, она интересна. Это сразу-сразу можно сказать там оператору снаружи, типа, поверни вот так или там вот беги делать такую-то мутацию. Да, да. А если бы был интернет, я бы пока, к сожалению, у меня этого с собой нету, но вот. Это блестяще. Да, да. Вот называется кейв-метод, то есть, вход внутри молекулы. И что касается токсичности белков, что бы вы сказали о токсичности флуоресцентных белков и, в частности, сравнительном ряде их токсичностей? Ну вот, почему мы выбрали эту линейку красную, как я уже сказал, это данные не наши, данные Костины. То есть, наблюдается для нас, как для фотохимиков, наблюдается совершенно четкая взаимосвязь между токсичностью, которая была определена здесь в ВБХ. Киллер-Эд, очень вот токсичный, связанный, во всей видимости, с наличием водного канала, связывающий канал, связывающий хромофор с внешним миром. Дис-Ред, который нетоксичный, и кинетика, и релаксация этого состояния. Но, опять же, данные есть, данные не мои. То есть, что есть, то есть. То есть, все-таки токсичность присутствует. Токсичность, скажем... Кость, может, ты прокомментируешь вопрос? Как вот... Киллеры другие, например, гринфлоресцент протеин. Практически нет. Нетоксичный. Прекрасно. Потому что очень удобно для визуализации, например, клеток. Ну, конечно. Ну, вот, Кость, расскажи про этот рисунок, если можешь, в двух словах. Кость 100 – это токсичность, да, просто в разах, сколько падает количество бактерий после облучения. И вот правый крайний столбик – это пустые бактерии. И видно, что добавление флоресцентных белков обычно ни к чему, ровным счетом, не приводит. С исключением, ну, вот один из мутантов, ну, там буквально в два раза, или в три. Или Ретан. Ну, это вы делали на бактериальных клетках? Или на ИКО-рек? Да, да, да. В МЭК тоже нужно. Благодарю вас. Спасибо. А, еще вопросы? Пожалуйста. Модуляться светом. Сначала синий, потом желто-оранжевый. Ага. Получается, что обычно в плачсан состоянии оно короткое живущее, а вот это даже стоит, оно долго живущее, да? А тогда не имеет смысл увеличить длину импульса вот этого зеленого света, когда можно, по идее, еще больше увеличить контраст? Длину импульса нет, потому что нам нужно, скажем так, то есть лазеры, которые мы использовали, импульс, они, по-моему, были пик-сик-пик или наносекундные. Чтобы было, мы не пробовали, это хорошая идея, это хорошая идея, мы об этом не думали, просто не было длинных лазеров модуляционных, которые можно было бы модулировать от герцов до килогерцов с нужной длиной волны. Сколько он живет долго, он попытался его максимально использовать? Да. Может быть, да, поскольку... А вот в следующей таблице, там не было континьюрской, еще, значит, 20% в 4% что-то. А, ну да, это вот. Нет, это, смотри, это лазеры, это лазеры использовались как импульсный лазер, который пикосекундный. А через запятую? И это вот их, это enhancement fluorescence, то есть увеличение флуоресценции с использованием обоих лазеров, но все равно в импульсном режиме. А синий? Это используется CW лазер, то есть обычный лазер. Ну а что такое через запятую? Вот через 7%, запятая 15%. И это увеличение, я сейчас скажу, это вот эта линейка, но она не совсем так в процентах, конечно, но вот, то есть увеличение, видишь, тут на 20%. Нет, 2 цифры, нет, 2 цифры, не на 20%, а на 37% и на 15% что? И это увеличение флуоресценции с использованием двух, для одного и того же мутанта, с использованием как импульсного лазера, так и CW лазера, оба работающих в модуляционном режиме. Вообще, эти цифры, они огромные, 37% возрастания, да, это, ну, должно быть видно просто на уровне того, чтобы личик должен пропадать, если... Ну, видно, вот этим вторым лазерам. Ну, видно. Вот, нет, блички. Блок, пристают, выбирают. Нет, смотри, 37% от... Не буду математикой вдаваться, там, не... Это же речь, на самом деле, о квантом выходе, образовании этого тёмного состояния. Да. Нельзя получить больше энхазмента. Ну, да, да, естественно. Ну, это энхазмент, там, это не совсем так, это не то, это не настоящий 37%, там, немножко другая математика, но... Не важно, то есть, ну, эффект на лицо, вот, наверное... А вот сколько её это форма? Вот я говорю, если эффект настолько сильный, то значит, его можно при желании обучают этим вторым светом видеть просто в кюлете с ней? Я работаю ещё в том, в том, что... И этот выход, значит, время жизни, состояние, оно зависит не только от накачки, и... Сейчас. Оно включает в себя время жизни и время образования тёмного состояния. Там нельзя, нельзя, тут нет этой картинки. Конечно, делали, как бы, интенсивность первичного лазера и вторичного лазера, и нет бесконечности, там выхода на потон нету. В какой-то момент, в какой-то момент включается в себя как время распада тёмного состояния, так и время его образования. Там немножко сложная математика, то есть там, естественно, нельзя там повернуть ручку до предела и выйти на плато. Там в какой-то момент наблюдается обратная реакция, поскольку там всё, фотохимически все процессы обратились. В общем, мощности не маленькие, вот если я правильно понимаю, вот от скалы, да, вот вата, квадрат, чем в обычном микроскопе. То есть, этот эффект наблюдается, когда накачка лазером очень сильная. Ну, в общем, да, ну да. Ещё вопросы, пожалуйста. Поняла, вот в предыдущей таблице там несколько мутантов, и у них разное время жизни и темнового состояния. Так вот, как связано время жизни и темнового состояния, и вот уровень увеличения от второго лазера? Ой, хороший вопрос. Уже, наверное, не помню, можно посмотреть. Ну, какая-то... Вот если бы я мог ответить сразу, я бы ответил. Но поскольку ответа нету, по-моему, там не было такой прямой корреляции, не было. Хотя, конечно... Ты показал, что произнесли, что чем длиннее время жизни, тем меньше эффекта от второго лазера. Или меня просто послышал? Сейчас. Нет, нет. Как? Сразу так не отвечу, извини. Конечно. Здесь ещё фотоинфицирован процесс, каек только. Так. Контуры и фигнов все верит только, наверное, с всем протонах-подорогов. Каек как-то использовались и исследовались? Нет, пока нет. А мы для Каеды... Это дендра, да? Да. Я не рассказывал. Там вот в том, в абстракте, который я понял, там есть работы, которые опубликованы тоже в этом году. Но я просто не было времени о них рассказывать. Вот мы с Костей только что вышла статья. Очень, кстати, очень интересная. Я прочёл, да? Что мы делали? Идея была такая. Я не знаю, кто из вас читал эту работу. Идея не моя, идея Костина. Скажу сразу. Про двухфотонность. А то есть идея была такая, что если есть... Какое-то время назад Костя обнаружил, что выход, что конверсия, что рейдинг, что green to red, фотоконверсия в некоторых форуцентных белках, она имеет форуцентную зависимость от энергии. И идея была такая, что есть двухфотонное возбуждение в Каеды белках. В частности, использовалась дендра, вторая. То есть мы спросили себя, то есть Костя спросил меня, а нельзя ли сделать такую систему, в которой действительно идёт накачка, возбуждение хромофора двумя импульсами, но разделёнными по времени. Причём время должно соответствовать время жизни тёмного состояния. Но тёмное состояние, имеется в виду уже тёмное состояние на пика и субпика секундных временах. Мы такую установку сделали. То есть здесь первый эксперимент был transit absorption, мы действительно увидели тёмное состояние, которое живут в десятки пика секунд. То есть мы сказали, ага, вот оно, давайте-ка мы возбудим его ещё раз. Пошли туда второй фотон, действительно собрали установку, но, к сожалению, мы не обнаруживали. То есть в зависимости от длины волны, от времени прибытия второго импульса, по сравнению с временем прибытия первого импульса, у нас не наблюдалось изменение выхода зелёной формы. То есть двухфотонность в этом случае не работала. Вот, наверное, вся наша история про Каеда. Про Каеда. Для длинных времён нет, мы не использовали. А почему мы не использовали, это связано с оптическими, со спектральными ограничениями, которые у нас там были на тот момент. То есть интересно, мы сделаем, но пока ничего сказать не могу, пока про это ничего не знаем. Такой вопросик. Вот 203 триамин, да, это важный участник протонной цепочки, а по жёлтым белкам что-нибудь известно, где там тирозин стоит? Рамония. Как, в смысле? Там тирозин много. Ну вот, идёт. Вот я не знаю, может быть, Костя лучше ответит. Про жёлтым, если честно, не знаю. Ну, то есть, вы этого не делали? Нет, мы этого не делали. Мы этого не делали, но, насколько я помню, ну вот я помню, что, конечно, я смотрел, кинетики жёлтых, они опубликованы разных, но вот такого хитрой зависимости кинетики флуоресценции, анионной формы, по-моему, жёлтых нет. По-моему, только у нас наблюдается. То есть, что там происходит? Я с ними не работал, поэтому ничего не знаю. Ничего не знаю. Ещё вопросы? Ну, вопросов много. Мы ещё поговорим. Ладно, да. Всё. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.